Добрый день, мои дорогие! Американцы пошли дальше с допингом Валиевой Камилы. Стив Кроун подал гениальную идею, а именно давать вид на жительство информаторам, которые рассказывают о допинге в России. И американское антидопинговое агентство ЮСАДА поддержало эту идею. Одним словом, решили помогать смелым людям, которые рискуют благополучием своим ради чистого спорта. Ну, у нас есть одна, знаете, такая блогерша в России, которая вещает за чистый спорт, которая против Этери Тутберидзе. Думаю, ей идея-то очень понравится, и она будет с ними сотрудничать. Этери Тутберидзе – это настоящий бренд в фигурном катании. Рекламные компании обращают внимание не только на медали, которые приносят Тутберидзе для России, но в первую очередь на медийный образ и на популярность. А с этим у Этери Тутберидзе нет проблем. Аудитория у Тутберидзе огромная. Американцев это раздражает. Этери двигает фигурку вперед, удивляет всех и просто шокирует. А вот банк Тиньков ответил, что планирует продолжить сотрудничать с Тутберидзе, несмотря на скандальное дело с Валиевой Камилой. И так руководитель банка уверен, что будет позитивный конец в допинговом скандале. Хочу привести пример я вот лично Шараповой. Все ее знаете. И так, когда у нее нашли положительный допинг, через 10 минут рекламодатели взяли и расторгнули с ней контракт. А с Этери Тутберидзе такого не прошло. А как вы считаете, мои дорогие подписчики, пройдет ли бесследно дело Валиевой Камилы по поводу допинга для бренда Этери Тутберидзе. Пишите ваше мнение внизу в комментариях. Будет очень интересно вас почитать. А я вам желаю добра, здоровья и до встречи.